Девушки отдыхают Девушки отдыхают Девушки отдыхают Действительно крупная страна, это страна номер 8 по численности армии. И, конечно, для того, чтобы победить Иран, необходима достаточно серьезная коалиция. Очевидно, что эта коалиция уже создается, и она создается несколько лет и даже десятилетий. Это Саудовская Аравия и ее союзники от Египта и Марокко до Пакистана. Израиль. И, естественно, речь должна идти об Израиле, хотя это отдельная тема, Израиль не может действовать. Потом США будут это продавать как идею. Посмотрите, полпланеты борются. И очень важно, что Иран уже, по сути, окружен. Те военные кампании, которые были в предыдущие годы в Афганистане и в Ираке, это, по сути, в том числе создание плацдармов, это долгосрочная игра. Это доказывается... Владимир, коротко. Давайте скажем... Здесь очень важно обратить внимание на следующее. Действительно, Первая и Вторая мировые войны дали Америке благосостояние. И что, они третью хотят, чтобы вообще обогатиться? Сейчас Соединенные Штаты теряют позиции ведущей экономической и, следовательно, политической и военной державы. И это очень длинный процесс, который завершится только одним. Америка потеряет лидерство. Единственное, что может остановить, с точки зрения, видимо, американской политической элиты этот процесс, это война. Это само собой разумеется, потому что эту тенденцию иначе не переломить. Пожалуйста, причинно-следственная связь, Иран, вот этот самый доклад и попытка обострить ситуацию на Донбассе. Ваш прогноз, чем это закончится? Ну, действительно, здесь очень четкая связь причинно-следственная существует, потому что существует несколько точек болевых, несколько конфликтов, которые американцы стремятся усилить или разжечь. Чем это закончится? Это не закончится в ближайшее время, пока существует та ситуация геополитическая, которая есть сейчас. Неважно, будет администрация Трампа, победит Трамп на следующих выборах или придет какой-нибудь Байден. У Байдена, кстати, сейчас очень... Или президентом Америки станет Торошенко. Да, очень хорошие шансы у Байдена стать президентом. Он лидирует в Демпартии. Все равно этот конфликт продолжится и для Америки независимая и суверенная Россия в той... Кость в горле. Да, конечно, конечно, это очевидно.